Тренировка Удобнее москвичам При транспортной доступности Можно и на машине, и на метро Это тренажерный зал С отдельной зоной Для тренировки тяжелоатлетов И некоторые ролики мои Можно было видеть именно оттуда Мне нравится тренироваться там Потому что в обычном месте, где я работаю В детской спортивной школе Все привычно, все уже много лет знакомо А здесь создается такая атмосфера В моем представлении Такой новизны, такого приезда в гости Соответственно, как я рассказывал Искать мотивации В тренировках Вот в данном случае Вот это моя небольшая мотивация Например, подъемы рекордные тренировочные Именно там я толкнул В 120 килограмм Так что это очень хорошая мотивация И ребятам-москвичам, которые Иногда приезжают И вот Меджит Сегодня должен быть Вместе с ним позанимаемся Планировали еще кое-кто подъехать Не буду озвучивать Потому что Вчера было желание Сегодня уже может не быть Поэтому Представлю всех Уже По мере присутствия в зале Сегодня следующая тренировка Рывковая Ну, как правило Всегда первая тренировка После соревнований После длительных отдыхов Берется легкая С маленькими весами Ну, с весами меньше, чем в толчке Логично же Поэтому Сегодня рывковая тренировка Тренировку буду выполнять в сет За весами не гонюсь Потому что Был перерыв Потому что Были соревнования И Ну, я заметил такую вещь Не знаю, как у других Но Вполне возможно, что у меня просто Ну, любого спортсмена Вырабатывается с годами Вот как йоги, например Работают со своим телом Отчасти за счет Какой-то Внутренней Такой составляющей Какой-то такой вот Немножко от мозга Да, идет работа И вот здесь Также я думаю, что Когда готовишься к соревнованиям Организм Настраивается На эту работу На эту подготовку Например, вот Что касается Убавления веса То Например Будучи там На 2-3 кг Когда этот вес выше То прям накануне соревнований Почему-то Ну, накануне я имею в виду Не за день А за 3-4 дня Я не знаю почему Но прям Такая Своеобразная помощь Самому себе Получается Там Ты Меньше Начинаешь Хотеть есть Ты Тебя не тянет Там На какие-то Калорийные продукты То есть Ну Не знаю Отчего это Я, конечно Научно Обосновать это не могу Но Во всяком случае Это имеет место быть И Это Очень сильно помогает И То же самое Вот В таком В тренировочном процессе Когда ты Готовишься Прям Соревновательный период Такой идет И ты Поднимаешь Там Серьезные такие Большие веса А вот Сразу после соревнований Казалось бы Там Достаточно Там Несколько дней Отдохнуть Вот в моем случае Получается Я неделю отдохнул Казалось бы Сейчас Там Суперкомпенсация Максимально отдохнул Можно Практически Еще на одни соревнования Ехать Потому что Вот когда Была Тула Через неделю Я уже на области Выступал И показал Такие же результаты То Вот взять Например В тренировочном процессе Сейчас Например Ну естественно Я на тренировке Не подниму Там Киже 90 Просто 115 Подниму Чуть пониже На тренировках Я всегда Поднимаю Ниже Это тоже Такая Особенность Организма Не только Она играет Еду Еду В принципе И упражнения В ПТЕ В ПТЕ Поэтому тренироваться каждый день, как я запланировал, не получится Тренировки будут через день И это даст мне возможность проверить колено Как она будет переносить нагрузку И не будет такого ударного момента Ударной такой нагрузки, когда ты отдыхаешь, отдыхаешь Потом бац, и понеслась каждый день Нагрузка, нагрузка, нагрузка И это может боком выйти Поэтому, я так думаю, это даже очень удачно и хорошо складывается Сама такая жизненная ситуация И она только на пользу Кстати, хочется сказать про тренажерку Хорошие слова Это бюджетный такой клуб Очень низкие абонементы Стоимость абонементов на 3 И чем на больше срок берется абонемент, тем дешевле получается Вы оплачиваете за тренировку И тренировка как бы ознакомительная Или же там одноразовая Она вот, я с Алексеем разговаривал, она не предусматривалась И определенное какое-то время Мы не могли Те вот штангисты, которые хотят эпизодически встречаться Встречаться в Москве Мы не могли найти такой зал Либо это дорого За одну тренировку уже там 600-700 рублей Надо было выкладывать И вот хорошо Алексей пошел навстречу Так как он сам тяжелоатлет И он видит вот этот Ну Вот этот Ну не нюанс, а как это сказать И он взял Сделал для тяжелоатлетов Сделал Возможность Однократного приезда Посещения спортивного зала И такая символическая плата Для того, чтобы можно было Просто окупить коммунальные платежи Использование электроэнергии Это в виде 200 рублей И вот мы уже на протяжении года и больше Ездим, собираемся В этом зале И все довольны Филатов Михаил Миша, а какой у тебя разведка? Девятка ли? Да А мастер? Скоро будет Уже близко, да, мастер? Нет, будет 295-295 Много А сейчас сколько выполняешь? Я вообще лучше сейчас 240 А, ну да, прилично еще Еще надо поработать Сейчас 81-77 Сейчас 80-90 Перешел Вот, вес набираю Какой вес тогда? 85 Ничего себе Еще набирать и набирать Что-то у вас есть Поэтому Когда буду еще 90 Тогда можно Подумать о мастере Ну да, если место набрать То да, и эффективно будет У меня рост такой просто Высокий Если будет 90-10 Эфир будет больше Ну да, больше Сил будет больше Атлетично сложен На Кулист Все девочки на пляже Будут обращать на тебя внимание Все Пасет И все Кстати 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 Филатов Михаил Очень хорошо Вводит спортсменов Я убедился На своем Опыте И Не знаю Сразу тебе это далось Или нет Ну потихонечку С отцом А Короче Было время для Тренировки Но как-то очень быстро Это втянулся Прям И Я на своем примере Убедился На чемпионате России Вводил Прям Очень эффективно Хорошо Считал подходы Разогревал Кстати Вот такая вот Я все время Обращаю на мотивацию Очень хорошая Мотивационная составляющая То, что Прям настраиваешь На борьбу На работу На помость Ну да Стараюсь Как бы Этому отец научил Потому что он так же Старается меня Поддержать Перед подходом Чтобы Я поднял его Разогреть Вот Как замотивировать Чтобы Я так и поднял Подход Вот Поэтому я так же Стараюсь Тем кому помогаю Замотивировать Чтобы человек Поднял подход Потому что Это Как бы будет Для человека Особенно на рекордных весах Это будет Рекорд И он будет понимать Что Он Ему помогли Поднять рекорд Ему Его замотивировали Вот Как бы радость Такую Как бы Как объяснить Кусочек Как бы Того радости Человека Как бы С себя внести В этот кусочек А ты сейчас На институте Кскутой учите Да? Да На каком курсе На третьем курсе Уже Трещий курс Последний Вот Черт 4 года Только учите Да 4 года Но потом Еще есть магистратура Чтобы получить Полное высшее образование Тоже еще 2 года А так Один Вот Ну ты Ты перед проходками Загадываешь Сколько ты поднимешь? Не, не загадываю Но хочу Обновить свои репорты В ближнем сезоне Это сколько? Вообще Вообще Хочу День 15-40 На соревнованиях Да Не, не А сейчас Здесь Сейчас Как пойдет 105-110 О, хорошо Ну давай Сейчас мы Поснимаем Ну хорошо Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 107 107 Миша идет И рекорд зал у нас 89 100 Чернышев Вадим Твой рекорд побили Или побьют Сейчас посмотрим У меня 105 не идет У меня было в Карелии 3 баранки И все 3 на 105 Ну это когда было-то Когда был маленький Прещавый подросток Последний был 2017 год Ну 3 года назад Давай бегай Есть рекорд Вадим Твой рекорд побили Вадим Это еще не конец Да Стой 7 килограмм Побит Продолжение следует У меня личный рекорд в карьере Крюказ по мосту 112 килограмм Поэтому сейчас Побитаю 112 500 Страшно, Миша? На рекорд идти? Некое переживание есть Но надо не бояться Тогда порвешь Если будешь бояться Будет дрожь И порвешь А если ты боишься Это же адреналин Это адреналин А адреналин Это же помощь Ты немножко Это же анаболик Немножко боишься Это уже адреналин Надо в меру бояться Чтобы вырвать Ну мандраж есть какой-нибудь? Присутствует? Ну не может Желание Желание вырвать Есть дикое О! Да, это хорошо Поэтому Мы сейчас будем Удавлять рекорд Личный Есть! Есть личный рекорд Побили Очень много Побили Чернышева Миша, ну расскажи Про рекорд прослой Ты довольный? Очень доволен Это вообще Личный рекорд За всю карьеру И за И как бы сегодня И в этом сезоне Личный рекорд Вот Так же это Так же радует этот рекорд Так что Блин Волнуюсь Вот Так это в новом зале Первый раз в этом зале С хорошими людьми Немножко подстегнуло, да? Да С хорошим человеком Александром Тренером Мы как-то с ним тренировались Технику учили Вот Был такой же Вот И те элементы Техники Помогают Не поднимая До сих пор Вот Видите 112-500 уже Выдвал А во Владимире Самое главное Красава Самое главное Это поднять В Владимире Да-да А там Просто повторить Или Нет Там надо обновлять Рекорды То есть Это лично Это Меньше 115 Я вообще Не хочу Даже видеть Вот Это минимум 115 А там Как пойдет Я вообще Хочу больше Потому что И 117 Будет радостно И 120 И 120 Будет неплохо Ну вот Конечно Это будет Очень задорно Начинать Те же 110 Кг На мандраже У меня обычно Когда я выхожу На большие помосты Сцены огромные У меня почему-то Начинается какая-то паника И поднимать Из головы Вылетает Вот Поэтому надо будет Сыграться Конечно Поднимать рекорды Все равно От соревнований К соревнованиям Мы прогрессируем Мы Я имею в виду Не в плане результатов В плане опыта Мы получаем опыт И рано или поздно Ты придешь к тому Что Перестанет тебя волновать Такие огромные залы Вот когда Чаще Зрители Помосты Больше будет результат Чаще будут В таких помостах выступать И Тогда будет Меньше Мандража Волнения Потому что На областных соревнованиях У нас таких помостов не делают Обычные помосты Ты выходишь Как у тебя в зале Поднимаешь Нет никого Почти волнения Есть конечно Волнения первым Подходят Но это по моему У всех есть Даже у профессионалов Есть на врывке На первый подход Какое-то волнение Вот А дальше Они уже поднимают Более спокойно Поэтому я надеюсь Что Где-нибудь Сто семь Сто восемь И начнем И там сразу По рекорду Ну отлично Успехов тебе Миш Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому А там через пять лет Или Попробуем 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 Рано Рано Спиной Ногами Ногами Прыжи в шквер Чуть ниже Лови Сейчас правильно Вот так же Ногами Чуть-чуть Спиной Отвалился Сделай еще раз Вверх 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 Продолжение следует... Сделай еще раз Сделай еще раз Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому